Совсем скоро 8 марта, праздник весны, который приносит счастье каждой девушке. Кто-то считает этот день символом нежности, а другие вспоминают историю, которая корнями уходит в борьбу за гендерное равенство. Как люди относятся к этому празднику, узнаем прямо сейчас. Международный женский день, который отмечается 8 марта, праздник, родившийся из массовых протестов за права женщин и претерпевший со временем множество изменений. В одних странах он стал поводом поблагодарить дам за любовь и заботу, а в других продолжает напоминать о борьбе за гендерное равенство. В наши дни этот праздник отмечают в семейном кругу, рабочих и ученических коллективах. С Международным женским днем сегодня поздравляют бабушек, мам, девушек разного возраста, всех, кто относится к женскому полу. К 8 марта я отношусь как к дню борьбы за несовершимость женщин, и я считаю, что его отмечать в привычных традициях, как у нас принято, немножко для меня неприемлемо, поэтому я его в принципе не отмечаю. Я считаю, что 8 марта это международный день, который должен отмечать каждый человек, потому что у каждого из нас есть родные женщины, девочки, которых мы любим, поэтому мы должны поздравить их с таким днем. К 8 марта я отношусь в основном положительно, потому что это такой женский праздник, он основан на том, чтобы девушки тоже могли отдохнуть, чтобы им можно было сделать приятное. Конечно, я буду его отмечать, я считаю, что это чудесный день, каждая женщина должна как-то почувствовать в этот день счастье, частичку любви к себе и благополучия. Международный женский праздник отмечать не буду, нескольким, к сожалению. Отношения к международному женскому дню варьируются в зависимости от страны. Например, в Китае этот день не является выходным днем, а только сокращенным. В Италии в этот день женщинам дарят мимозы, Польши тюльпаны, а в Болгарии розы. В Великобритании этот праздник официально не отмечают, однако нередко в эту дату проводятся семинары, собрания и фестивали на тему равенства мужчин и женщин, чтобы повысить осведомленность граждан. Во многих других странах также идет просветительская работа о положении женщин в обществе. Нам рассказывали еще в школе даже об этом, о том, что была одна из социалисток, ее звали Клара Цеткин, которая боролась за равноправие женщин в этом мире и так появился народный женский день. Это история Франции, забастовки женщин рабочих. Наверное, изначально этот праздник подразумевался как, чтобы показать независимость и силу женщин, а сейчас это, наверное, такое, показать великое, милейшее, божье создание. Он появился благодаря направлению как раз таки феминизму, когда женщины изначально отстаивали свои права, и в целом это было изначально движение, которым занимались суфражистки на тот момент. Суть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой за участие в общественной жизни и за улучшение условий работы женщин. Такое настроение прослеживалось как в Древней Греции, так и в Париже 18 века. Например, поход женщин на Версаль в 1789 году. Во многих странах со временем революционное настроение Международный женский день зашло на нет. В этот день совсем не важно, какая версия возникновения праздника ближе вашей второй половинке, ведь любовь, внимание и забота будут приятны всегда. Энджи Саттарова, Александр Антонов, Универт Новости.